Всем привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами приготовим домашние блинчики. Тоненькие, с дырочками, с хрустящей каемочкой. Просто, быстро и очень-очень вкусно! Сегодня с вами Елена на канале Найди свой рецепт. Рецепт у нас великолепный. Мы готовим блины к масленице. Блины мы подготовим тоненькие, с дырочками. Секретами их приготовления я сегодня с вами поделюсь. Первый секрет это точная рецептура. Когда я готовила раньше блины, мне казалось, что надо вот столько взять, то вот столько взять, то 4, то 5 яиц, чтобы они не прилипали. Эти блины бесконечно прилипают. И я нашла свой рецепт. Не то, что нашла, а просто я спросила у мамы, как наша бабушка готовила обычные блины. Почему у нее столько много блинов? Они тонкие получались, с дырочками, с хрустящей каймой. Мне мама рассказала рецепт, и я кое-что сделала свое. Я немного добавила сахара, добавила соды. И в принципе у меня получился свой рецепт, который идеально подходит для любых блинов. Они получаются тонкие, с дырочками, для фарширования великолепно. Рецепт достаточно простой, и я с вами делюсь. Я беру 250-270 граммов муки, 3 яйца, нам понадобится половина чайной ложки соды, 2 столовых ложки сахара и соли мы берем по вкусу, примерно это половинку чайной ложечки. Нам понадобится обязательно растительное масло, а самое главное, нам обязательно нужно будет теплое молоко. Теплое, оно должно быть подогрето. Для нашего рецепта я беру 2 столовых ложки сахара, беру соль, половинку где-то чайной ложечки, соды половину чайной ложки я замерила заранее, и добавляю растительное масло. Растительное масло мы добавляем для того, чтобы наши блины хорошо готовились, чтобы они ни в коем случае не прилипали к сковородке. Это самое-самое неприятное, что есть. Если блины прилипают к сковородке, это портит настроение очень сильно. Также я разбиваю 3 яйца. Яйца нужно обязательно брать свежие, потому что блины, которые готовятся на свежих яйцах, они очень-очень вкусные. От яиц зависит качество блинов, вкус. Я разбиваю 3 яйца и добавляю совсем немного молока. Нам нужно с вами приготовить такое тесто, которое бы в дальнейшем исключило появление комочков. Для того, чтобы такое тесто приготовить, я изначально готовлю такую массу, которую в дальнейшем мы будем разбавлять. Я добавляю примерно 1 стакан молока. Всю нашу жидкую основу, сахар, соль и соду, я все перемешиваю тщательно. Муку мы замериваем точно по весу. Муки я беру 270 граммов на 1 литр молока. Запоминайте. Я муку обязательно просеиваю в кулинарии. Это обязательно. Если что-то делаете с мукой, всегда ее просеивайте, чтобы ваша выпечка была удачной, чтобы не было никаких комочков. И я замешиваю густое тесто, основу. У нас получилась вот такая густая основа. И внимание! Если вы желаете, чтобы ваши блины были тоненькие, вы, конечно, можете выливать молоко все. Если вы любите, чтобы блины были не совсем тоненькие, они такие были толстенькие, то, конечно, молоко можно выливать не все. То есть от добавления молока мы сейчас с вами можем приготовить блины либо толстые, либо тоненькие. Я выливаю все молоко, добавляю его вот так вот потихонечку, тоненькой струечкой, и все замешиваю одновременно. Второй очень важный секрет приготовления блинов. Мы приготовили с вами тесто, оно у нас жидкое, как на кефир. Нашему тесту необходимо постоять 30 минут. Когда раньше я готовила по рецепту, думала, все, все, я делаю правильно, но почему у меня блины прилипают и рвутся? У них не было клейкости. Вот чтобы такая клейкость выработалась, мы обязательно тесту должны дать постоять 30 минут. Я убираю его в сторонку, а тем временем я расскажу вам, как правильно подобрать сковородочку для выпечки блинов. Сковородка должна быть специальная для блинов. Желательно на этой сковородке ничего больше не готовить. Но если у вас вдруг нет специальной сковородки, конечно, можно взять обычную. Она должна быть с толстым дном, чтобы блины наши хорошо готовились. Также очень важно сковородку при приготовлении блинов. Это самый-самый важный аспект. Ее как следует разогреть, чтобы она была прямо очень сильно горячая. И блины нужно выпекать практически на самой высокой температуре, чтобы наши блины не превращались в корпус, чтобы они были мягкие и нежные. Прошло 30 минут. Еще небольшой секретик я вам расскажу. В то время, как мы добавляли молоко, часть молока я оставила. Здесь примерно грамм 70, миллилитров 70. Почему я не добавила сразу все молоко? Потому что бывает разная структура муки. Она бывает разной влажности. В дальнейшем муку будет очень сложно добавлять, потому что она может пойти комочками. Поэтому все молоко я сразу же не вылила. И сейчас я вот посмотрю по структуре нашего теста, добавлять ли оставшееся количество молока. Это также можно сделать при выпекании. Если вы чувствуете, что ваше тесто густовато, можно чуть-чуть, немного, вот это вот оставшееся количество молока добавить. Я смотрю, количество молока достаточно. И мы с вами проходим к плите и начинаем выпекать блинчики. Сковородку мы накалили очень хорошо. И для первого блина я вылила 1 столовую ложку растительного масла. Великолепно будет, если у вас будет кусочек сала. И перед тем, как вы будете наливать тесто на сковородку, вы будете смазывать кусочком сала. Это будет великолепно. Я просто сегодня забыла купить. Я обязательно в процессе приготовления, перед тем, как выливать тесто на сковородку. Его как следует перемешиваю, чтобы ни в коем случае оно у нас не было в осадке, чтобы густота распределилась ровно. Я беру черпак. И у нас сковородка не очень большая. Я примерно знаю, сколько на нее пойдет теста. И выливаю. Тесто я аккуратно разливаю по сковородочке. Вот таким способом. И ставлю готовить блинчик. Как мы видим, сразу же у нас образовываются дырочки. Блинчики такие заряжаем на любовь, с Богом, чтобы они у нас хорошо получались. Самое главное, не волнуйтесь, не переживайте. Если вы учитесь готовить, все будет великолепно. Готовность блинов, и когда их переворачивать, мы смотрим по кайме. Если каемочка у нас подзолотилась, то значит блинчик наш готов для того, чтобы его перевернуть. Так, я немножко края вот так вот приподнимаю, чтобы нам удобно было. И блинчик переворачиваю. Как вы видите, никаких сложностей нет. Я его переворачиваю, и мы обжариваем с другой стороны. Подготовка с обратной стороны, она на нее уходит меньше времени. Поэтому следите, чтобы блинчик ваш не подгорел. Просто посмотрите, поджарился он или нет. Я думаю, что пора снимать. Выкладываю блинчик, и продолжаю наливаю тесто. Мы с вами продолжаем выпекать блинчики. Заряжаем все на позитив, на любовь. Удачной выпечки нам хорошего дня. Мне нравится, что на наших блинчиках вот такие дырочки моментально появляются, что их много. Они действительно тоненькие, просто прозрачные блины, великолепные. Так, краешек у нас коричневеет. Я аккуратненько немножко край отделяю, чтобы наши блинчики легко перевернулись, где ничто не зацепилось. И переворачиваю. Если вы блины будете выпекать для того, чтобы кушать, их можно обязательно смазать сливочным маслом. Я, пожалуй, сейчас так и сделаю. А если вы будете блины готовить для того, чтобы их фаршировать, то можно маслом сливочным не смазывать. Дорогие друзья, блинчики мы с вами постряпали. Они очень аппетитные, вкусные, ароматные. Хочу поздравить всех с масленицей. Кушать их можно с медом, со сметанкой, с вареньем. Я обязательно пробую. Момент дегустации наступил. Блины наши тоненькие. Они просто прозрачные. Я очень люблю блины. Свой рецепт я передала дочери. Зять у меня очень довольный. Блины вкусные. Стряпайте, пожалуйста, вместе с нами на все праздники, на выходные дни. Ведь это так вкусно и так по-домашнему. Хороших вам выходных! Веселые масленицы! С праздником вас! Подписывайтесь на наш канал. Пользуйтесь нашими рецептами. До свидания. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok